В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Пталибова. Здравствуйте. И вначале, коротко о главном. Поддержку армии и жителей Донбасса. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» прошла патриотическая акция. Подробности в выпуске. В Дагестане. Тревожная тенденция. В Дагестане растет процент ВИЧ-инфицированных. Две фуры с гуманитарной помощью вырвали из Дагестана в сторону Украины. Очередная победа дагестанского клуба. Махшкалинская «Динамо» имеет все шансы выйти во вторую по значимости Лигу российского футбола. Две фуры с гуманитарной помощью выехали из Дагестана в сторону Украины. Продукты первой необходимости предназначены жителям городов Мелитополя и Бердянска. Дагестанская делегация сейчас находится в пути. Их сопровождает и наша съемочная группа. Слово Хамзи Нурмагомедову. Две груженные фуры готовы к отправке. В каждой из них продуктовые наборы. Всего более трех тысяч комплектов общим весом в 50 тонн. В одной коробке восемь наименований. Здесь и мясо, крупы, масло и другие продукты. Финансирование на себя взял местный меценат, гендиректор компании «Нива». Решение нашего директора собранием. Он собрал весь коллектив. И его решение. Мы были все рады, что он принял такое решение. И всем коллективам мы здесь дружно, весело собрались. Все это сделали. И отправляем страдающему народу. Сегодня там не хватает вот этой первой необходимости. Организационные вопросы были переданы благотворительному фонду «Инсан». Именно с их помощью стала возможна отправка гуманитарного груза. У нас есть опыт работы уже. Мы уже не первый раз выезжаем с гуманитарной помощью. И это у нас уже четвертая поездка именно с гуманитарной помощью для беженцев. Прошлый раз мы выезжали в Ростовскую область, потом в Симферополь, Крым. Потом уже в Украину мы заехали, уже на третий раз, можно сказать, в сам город Мелитополь. Это тоже у нас четвертая поездка. И я думаю, потому что нам доверяют. «Инсану» доверяют и люди хотят с нами работать. Это уже четвертая крупная гуманитарная акция, организованная фондом «Инсан». Последний раз помощь была доставлена в Мелитополь. На этот раз дагестанцы планируют поездить Ибердянск. Организационные моменты у нас очень все под контролем, как положено. Вот сейчас мы выезжаем уже с Дагестаном. После этого тоже мы курсы ставим каждому посту, что едет вот так, гуманитарную помощь, чтобы нам лишние, лишние не останавливались, лишние такие помехи, чтобы не создавали там. Мы же должны вовремя предоставить. Сколько времени дорога будет длиться? Дорога, ну, если нормально ехать, полтора сутки с КамАЗами, да, второй сутки мы можем доехать туда, до Крымского полуострова. Ну, дальше нам надо что-то подождать, ждать, конечно, там, пока команда получит, когда можно заехать, когда готово дальнейшее сопровождение. Все под контролем. Это же у нас не первый, не последний. Уже сколько раз мы заезжаем, уже выезжаем. Ну, как-то уже нормально все, спокойно все идет, да. Все по плану. Хамзанур Магомедов, Мурад Магомедов. Новости телеканала ННТ. Митинг-концерт в поддержку российских военных и жителей Донбасса прошел в Махачкале. Тысячи студентов развернули триколор на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Инициатором мероприятия выступила общественная организация «Вымпел Дагестан». Организаторы рассказали, что российские военные, находясь на передовой, отправляют благодарственные сообщения молодым дагестанцам за такую поддержку. Хотелось бы немножко отойти от, так скажем, обычного формата и зачитать сообщение, которое отправил мне мой друг. Он тоже выходит из нашей же среды, он общественник, и он уже с первых же дней спецоперации участвует именно на передовой. И недавно он мне отправил сообщение. Мне было сложно читать, но я зачитаю. Я думаю, это сообщение должен услышать каждый, потому что таких, как мой друг Магомед Салам, очень много ребят. И наша поддержка им очень нужна. Он написал, что за три месяца к ним на передовую впервые дошла гуманитарная помощь. И эту гуманитарную помощь отправили школьники из 57-й гимназии Махачкалы. И он говорит, что там письма от детей 2-го, 3-го, 4-го, 8-го класса. Есть пожелания, слова поддержки, рисунки. И то, что они получили, даже не так гуманитарка, которую они получили, а эти письма, эти рисунки, эти пожелания, они вселили в них дух. И он пишет, что он знает, что я работаю и со школами, и с вузами. И вот проводим как раз-таки те самые акции по сбору гуманитарной помощи. И он говорит, ишала, я приеду, и вместе с тобой хочу посетить именно эту школу и поблагодарить этих детей, потому что эта поддержка для нас бесценна. Она очень для нас важна. Здесь же, на территории парка, студенты соревновались в сборке и разборке автомата на скорость, перетягивание каната и армрестлинги. Напомним, что с недавних пор в музее также открыты тематические выставки, посвященные спецоперации в Украине. Исторический парк, и мы очень рады, потому что молодежь собралась. Тем более, что большая часть из этих ребят уже посетили наши выставки. У нас сейчас действуют две выставки. Одна выставка называется «Герои Зет». Она посвящена спецоперации на Украине, начиная с предыстории и историями людей, получившие почетное звание Героя России в этом конфликте. А другая выставка – «НАТО. Хроники Альянса». Выставка посвящена именно истории Альянса, который создавался изначально как противодействие Варшавскому договору. Но организации Варшавского договора давно нет, мы знаем. И против кого этот Альянс, и почему он расширяется. И вот все это рассказано на выставке НАТО «Хроники жестокости». 19-летнего парня задержали при попытке сбыта мефедрона в Махачкале. Подозрительного молодого человека заметили сотрудники Кировского отдела полиции во время патрулирования на улице Дагестанская. При досмотре обнаружилось, что он имеет при себе почти 110 граммов наркотика, упакованного в полиэтиленовые пакеты. Выяснилось, что злоумышленник приобрел мефедрон в сети интернет с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане на 36,5% выросла заболеваемость ВИЧ-инфекции. В 2021 году зарегистрировано 273 случая заболевания, что наполовину выше показателя 2020 года. Такие статистические данные сообщает Пресс-служба Республиканского управления Роспотребнадзора. При этом, по мнению специалистов, в регионе преобладает половой путь передачи инфекции. Это больше 88% случаев. С 2017 года в республике отмечается устойчивая тенденция роста уровня заболеваемости. Для ее раннего выявления ежегодно обследуют более 700 тысяч человек. Менять городскую среду надо не только для красоты, но и ради удобства маломобильных групп населения. Так считают инвалиды-колясочники из Каспийска, которые приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий по благоустройству. Напомним, в рейтинг попали пять локаций города. Это бульвары на пересечении улиц Хизруева и Орджоникидзе, скверы по улицам Олива, Октябрьская и Ленина, 20. Стать участником онлайн-голосования можно до 30 мая. Объекты, набравшие максимальное количество голосов, благоустроят в следующем году с учетом потребностей разных категорий граждан. В новых общественных пространствах, по словам чиновников местной мэрии, будет создана безбарьерная среда, отвечающая всем современным нормативам. Как мы все знаем, да, как проходит у нас голосование в городе, какой сквер оборудовать и благоустроить под инвалидными коляточниками и вообще под маломобильными гражданами. И мы все приехали сегодня с своими друзьями голосовать, отдать свои голоса. И мы как одним голосом решили отдать голос в сквер, где находится улица Орджоникидзе, Хизруева. И мы хотели увидеть этот сквер, чтобы доступная среда, имею в виду пантусы, чтобы нам было удобно. И как я являюсь помощником главы города по доступной среде, и буду, конечно, контролировать во время работы, процесс работы. И вот это, во время ремонта вот этой скверы. Национальный проект формирования комфортной городской среды, в рамках которого сейчас проходит рейтинговое голосование за объекты благоустройства, позволит изменить городскую среду Каспийска, в том числе для маломобильных групп населения. Объекты, набравшие максимальное количество голосов, благоустроят с учетом потребности разных категорий маломобильных групп. В новых общественных пространствах будет создана безбарьерная среда, отвечающая всем современным нормативам. Голосуйте на сайте за город-среда. Выберите территории, которые вы хотите видеть благоустроенными. Сохранение истории и культуры родного края, а также поддержка обучающейся в столичных вузах молодежи. В Махачкале прошел студенческий форум Агульского района. Организатором мероприятия выступила администрация муниципалитета. В работе форума приняли участие представители общественности и научной интеллигенции, а также приглашенные гости. Творческие коллективы района организовали концертную программу. Дети читали стихи на родном языке. Дети читали стихи на родном языке. Филфака ДГУ, где и проходил форум, была организована небольшая выставка изделий народных промыслов и были представлены блюда национальной кухни. Более 40 студентов-отличников получили почетные грамоты и денежные премии от главы Агульского района Закира Каидова. Раз вы показываете результаты хорошие, значит вы прославляете свой народ. Вам за это огромное спасибо. Я очень надеюсь, что вы будете полезны для своего народа и в дальнейшем. Здесь мы в этом году, в отличие от прошлого года, решили пошить всех первые курсы и все остальные курсы. Только не забывайте свою родину, свои корни, свой язык, свою нацию, свою историю и культуру. Пока вы будете сохранять ее и прославлять наш народ, наш народ никогда не пропадет. И Родина наша будет жить, здравствовать и гордиться вами. Махачкалейская «Динамо» вышла в лидеры первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона ФНЛ. В матче 31-го тура дагестанская команда в родных стенах обыграла «Спартак» «Нальчик» со счетом 1-0. Гол в составе хозяев с пенальти забил Абакар Гаджиев. Победа в домашней игре вывела «Динамо» в цвна чистое первое место в турнирной таблице. Главный конкурент нашей команды в борьбе за повышение в классе «Ростовский СК» потерял очки в игре с «Биологом» из Новокубанска. До конца сезона во втором дивизионе ФНЛ осталось три встречи. В следующем круге Махачкалинцев ждет гостевой матч с «Чайкой», идущей на третьем месте. Это будет самая важная игра не только потому, что она следующая, а потому, что в принципе она очень много будет решать. Мы настраиваемся и идем туда на победу, потому что за нас другой пути нет. Мы должны выполнить задачу, мы ее выполним. Сборная Дагестана по футзалу среди инвалидов по зрению стала второй на чемпионате России. На поле выходили пять команд-участниц, сыгравшие между собой по два раза. Дагестанская команда уступила лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей, пропустив вперед сборную Новосибирской области. Также в турнире сыграли футболисты из Республики Башкортостан, Тюменской и Рязанской областей. Дзюдоист Абдулла Абдул-Жалилов выиграл всероссийский турнир в Назране. Ежегодные соревнования в памяти чемпиона Европы Магомеда Парчиева собрали 120 спортсменов из 18 регионов страны. Воспитанник дагестанской школы дзюдо показал лучший результат в весе до 66 килограммов. Помимо Абдул-Жалилова, медали в свой актив занесли еще трое наших спортсменов. Серебряным призером стал Хайбулла Магомедов, а бронзовые медали завоевали Хабил Абдул-Халимов и Майдур Алискантов. А на сегодня у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до свидания.